Сегодня мы с вами поговорим о теме мотивации и будем с вами обсуждать то, как мотивация связана с эмоциями, как создать постоянную мотивацию, в принципе, возможен ли такой момент, что мешает мотивации, как можно убрать эти помехи и как негативные эмоции можно использовать в том числе для мотивации, потому что как позитивно использовать, я думаю, что всем более-менее понятно, но как использовать негативно, и вот сегодня мы с вами об этом поговорим. Значит, очень интересно, да, хотела бы начать с того, как связаны эмоции и мотивация. Эмоции и мотивация, как это ни странно, однокоренные слова, да, у них латинский корень, mavera, двигаться, и это уже говорит о том, что и мотивация, и эмоции – это взаимосвязанные вещи, и одно для другого можно спокойно использовать. И что такое мотивация? Мотивация – это то, что нас двигает вперед, то, что нас побуждает к действию. Поэтому сигнал, который побуждает к действию, нам, в принципе, не важен, да, будет он негативный или будет он позитивный. Самое главное, что мы двигаемся вперед, это самое главное, какой результат вы получаете. И в теории, да, в связи с этим, в общем-то, мотивация действительно может быть постоянной. Да, она не будет у вас ровной всегда, потому что жизнь движения, да, жизнь волнообразная, так же, как режимы сна, да, режимы бодрствования. Но так или иначе, если вы понимаете принцип использования, допустим, разных эмоций при мотивации, у вас есть возможность задействовать в разные моменты разные эмоции и разные инструменты для того, чтобы эту мотивацию поддерживать. Поэтому, да, пики мотивации могут быть разными, но постоянная мотивация может быть, если вы понимаете, что конкретно вы используете в определенные моменты, да. Потому что мотивация может быть и внутренней, и внешней, да, и сегодня мы с вами говорим больше о внутренней мотивации, потому что если вы изнутри себя настроили, то внешние обстоятельства, внешние люди, ситуации тоже подтягиваются. Мотивация может быть от, да, чего-то и к чему-то. Это как раз про то, что мотивация может строиться на позитивном и негативном опыте или эмоциях. Поэтому, если вы используете одновременно все, да, то вы можете создать себе поле из постоянной мотивации для того, чтобы решать поставленные перед собой задачи. Итак, что же мешает мотивации? И мы будем идти в таком порядке. Мы будем обсуждать, что мешает мотивации, и сразу же, как противоядие, да, что может помочь этому препятствию, это препятствие преодолеть. Значит, и один из пунктов будет связан с эмоциями, и мы как раз обсудим, как использовать эмоции для мотивации. Первая причина, которая мешает себя мотивировать и мешает поддерживать мотивацию в себе, это завышенная нереалистичная цель. И здесь никакие практики визуализации, никакие карты желаний вам особо не помогут или помогут очень мало, потому что если вы представляете себе сразу что-то огромное и внутренне не верите в то, что вы можете этого достичь, да, то есть вот, например, вы сейчас стоите на Земле, а вы хотите полететь на Луну, да, примерно через месяц. Какой бы красивой и желанной цель вроде как ни была, расстояние от точки, в которой вы находитесь до этой цели, подсознательно будет считываться как нереальное. И подсознание вас в результате туда не пустит, потому что страшно и нереально, поэтому и мотивации тоже особо не будет. Для того, чтобы избежать вот этого момента, когда вы ставите перед собой желание, это не значит, что нельзя ставить любых желаний, можно. Но когда вы ставите себе намерение, ставите план реализовать желание, вы разбиваете его на несколько этапов. То есть если вы хотите полететь на Луну, если вы хотите найти предназначение, если вы хотите пойти учиться, то сначала нужно разбить на конкретные шаги. И практики визуализации, практики поддержания намерений, практики благодарности, любые поддерживающие, стимулирующие практики вы используете по шагам. Не относительно большой финальной цели, а относительно этих маленьких шагов. То есть если вы понимаете, что вам для самореализации нужно сначала найти свои страхи, их проработать, пойти учиться, вы разбиваете этот план на маленькие шажки и желание и намерение реализуете по ним. И тогда мотивация у вас будет разделяться. Во-первых, она будет более постоянной, как мы с вами уже говорили. Во-вторых, она не будет теряться, вы не будете пугать сами себя слишком завышенными нереалистичными целями. Во-вторых, что часто мешает поддерживать мотивацию, это если та плюшка, та награда, которую вы предполагаете за какое-то действие или реализацию своего намерения, она совершенно не ваша. То есть, например, если вы ставите себе награды, покупку чего-то, я куплю себе красные туфли после того, как пройду обучение. Может быть, вам не нужны красные туфли. Может быть, вы вообще туфли не носите. Может быть, вы давно хотели просто полежать на пляже или просто почитать книжку, и это для вас награда. То есть, в данном случае очень важно понимать, что конкретно является для вас мотивационной точкой в конце того пути, который вы хотите пройти к вашему намерению, к вашему желанию. И нужно себе отдавать отчет, что ваша награда может отличаться от того, что принято обычно. То есть, если для кого-то денежный эквивалент, для кого-то может быть впечатление, которое стоит тех же средств, но является большей мотивацией. Важно понимать, что для вас. Потому что если вы заранее чувствуете, что вы не хотите получать награду, которую вы себе назначили, мотивации особой не будет. Для того, чтобы тренировать и понимать, какая награда вам больше подходит, есть простая практика. Она тренирует нашу внутреннюю хотелку. Вы ставите себе в течение дня напоминание или будильничек. Как минимум один раз. И когда он звенит в моменте, вы задаете себе вопрос, чего я сейчас хочу. И честно отвечаете себе на этот вопрос. И если есть хотя бы 99% возможности выполнить это желание, вы его выполняете. То есть, если вы остановились в моменте и понимаете, что вы хотите попить воды, или вы хотите прилечь, или вы хотите позвонить кому-то, поговорить, или вы хотите сейчас попрыгать, или вы хотите сейчас погулять, или вы хотите что-то съесть, вы отдаете себе в этом отчет, вы признаете себе в этом желании и, соответственно, выполняете. Так вы тренируете свою хотелку. И когда в следующий раз вы понимаете, что вам для мотивации нужно выбрать какую-то награду себе, вы будете четче понимать, что является этой наградой для вас, потому что у вас хотелка уже натренированная. И вы будете свои желания четче воспринимать и понимать. Третий момент, как раз связанный с эмоциями Очень часто мотивации мешают так называемые условно-негативные эмоции Страхи, злость, обида, вина Почему я называю их условно-негативными? Потому что они считаются и воспринимаются негативными только потому, какая ситуация с ними связана То есть у нас все эмоции на самом деле сами по себе нейтральные Окрашивают их в какой-то цвет, темный или светлый То, как мы это воспринимаем, то, как мы действуем в зависимости от этих эмоций Поэтому, понимая это, мы можем условно-негативные эмоции, которые обычно воспринимаются нами плохо Немного под другим углом посмотреть на них и использовать для мотивации Чаще всего такими эмоциями, которые кажутся мешающими Являются страх, гнев, злость или грусть, тоска И, как правило, мы воспринимаем их плохо Нам не хочется ни бояться, ни грустить, ни злиться Но у этих эмоций есть другая сторона Например, страх – это та эмоция, которая нас защищает Потому что если вы боитесь в каком-то договоре просмотреть некомфортные для вас условия Вы будете внимательны читать этот договор Вы будете внимательны смотреть условия В результате вы подпишете договор, который подходит вам А не тому, кто его изначально составил Если вы злитесь, то у вас появляется мощнейшая энергия внутри, которую можно направить в позитивное русло, в то, которое вам нужно Потому что вспомните, когда вы злились У вас даже тело абсолютно такое, вот как пружина натянута, и она готова выстрелить Соответственно, вы выбираете, куда она выстрелит Она выстрелит так, что разнесет всех вокруг, и вас в том числе Либо вы разоритесь так, что вы сделаете что-то, что вы давно хотели Или что вам было необходимо И грусть Когда мы грустим, это возможность сфокусировать внимание на себе Потому что грусть, это в том числе сигнал о том, что мы теряем внимание, теряем поддержку со стороны или нашу собственную себе Соответственно, когда мы грустим, это возможность сфокусироваться на себе Внимание перевести на себя и побыть с самим собой В этом тоже есть позитивный момент Потому что, когда вы находитесь в моменте сами с собой, у вас есть возможность себя лучше слышать Та же самая практика с хотелкой, это в том числе умение слушать себя И когда вам грустно, это возможность сделать то же самое То есть лучше послушать себя И для того, чтобы негативные эмоции, в частности Те, которые мы с вами сегодня проговорили Страх, гнев, грусть Использовать для мотивации Тоже есть определенная практика Я называю ее практикой минутки Да, но на самом деле То время, которое вы выбираете для себя Во время этой практики Оно абсолютно индивидуально Потому что мы очень сильно по-разному воспринимаем время И по-разному эмоционируем Поэтому вы ориентируетесь исключительно на себя В чем состоит практика? Вы, будучи в приподнятом, ровном состоянии Вы выбираете для себя то время Которое вы будете эмоционировать негативно То есть Вы понимаете, что в какой-то момент вы рано или поздно разозлитесь В какой-то момент вы рано или поздно испугаетесь Или вам станет грустно И вы понимаете, сколько времени вы готовы отвести На проживание этих эмоций Чтобы они успели переработаться И вы смогли дальше их использовать для мотивации У кого-то это минута У кого-то это час У кого-то 17 минут У кого-то полчаса Но вы заранее определяете себе это время И в следующий раз Когда к вам приходит эта эмоция Например, вы сильно разозлились Вы ставите будильник И злитесь Вот эти 20-30 минут Или сколько вы себе отвели 11 минут, неважно Вы сидите и стоите, бегаете И прямо злитесь Выражаете свою злость Вы ею напитываетесь Вы прокачиваете эту эмоцию внутри Через тело Вы ее можете пропускать Вы можете кричать Вы можете Если есть такая обстановка и возможность То есть вы накапливаете в себе эту эмоцию Звенит будильник И вы понимаете Эмоция прожита Вы ей позволили прожить столько, сколько вы хотели У кого-то 11 минут У кого-то час Все Эта энергия переработана Она уже готова к тому Чтобы быть использована в качестве мотивации Достаточно попробовать один раз Чтобы почувствовать, как это работает Попробуйте И вы поймете, что переработанная эмоция Которую вы успели прожить Понять Ощутить Она уже имеет совершенно другое свойство То есть она вас Своим Негативным моментом Уже не тревожит Потому что вы позволили ей быть Но энергия, которая есть в этой эмоции Она все еще есть И вот эта энергия, это та энергия, которую вы можете использовать для своей мотивации Поэтому я говорила о том, что по сути мотивация может быть постоянной То есть если вы используете в том числе негативные эмоции То у вас не будет вот этих пробелов и перекосов Даже когда у вас плохое настроение Вы понимаете, что вы дали себе на это плохое настроение Время по будильнику, который вы себе выбрали И после этого эта энергия имеет другое совершенно качественное значение Мотивационное И еще одна причина Которая уменьшает мотивацию Да, из которой можно работать Это если вы стараетесь ради мотивации Полагаться только на вашу силу воли Сила воли – это исчерпаемый ресурс Да, это примерно как придумать Что поехать для Владивостока на одном баке бензина на машине Изначально тоже нереальная история Вам придется дозаправляться И придется ехать долго Поэтому если вы предполагаете, что ваша цель Она длительная по времени Да, и вам нужно будет дозаправляться Подумайте об этом заранее И что значит заранее? Это значит, что вам превентивно нужно накапливать энергию Про запас Потому что энергия Это то, что первое будет использоваться Силой воли Когда вы будете заставлять себя что-то делать Заставлять себя что-то делать Можно очень сильно недолго Это не зависит Ни от натренированности силы воли Ни от чего Это в принципе исчерпаемый ресурс И только поэтому он Надолго вам не поможет Любой стресс Будет выбивать А стрессом может быть все что угодно Вы проголодались, вы устали От таких небольших стрессовых ситуаций До больших В виде переезда Смены семейного статуса Беременности Повышения на работе Смены работы То есть все, что будет стрессом Будет выбивать И вы силу воли свою Использовать уже на полную катушку Не сможете А мотивация-то нужна Чтобы двигаться дальше Соответственно Подумайте заранее о том Чтобы превентивно Энергию накопить Для этого вы выбираете И заранее прописываете Те инструменты Которые помогают вам Энергию накапливать То есть вы Фактически берете лист бумаги Блокнотик Ручку Лучше это всегда от руки Оно всегда энергетически Более заряжено И делаете две колонки Одна колонка То, что энергию вас отнимает Вторая То, что энергию вам дает Сначала вы прописываете То, что у вас энергию отнимает И может быть От этого можно избавиться Там могут быть и люди Кстати говоря То есть если общение с кем-то Отнимает у вас энергию Возможно от этого общения Пора отказаться Если у вас есть такая возможность Однажды Где-то года три назад Я закрыла большой групповой чат Когда поняла Что он высасывает от меня энергию При том, что Обратно я ничего не получаю Я приняла такое решение И я восполнила тем самым энергию Ее отток прекратив Соответственно Возможно у вас есть Какие-то тоже подобные истории Во второй колонке Вы пишете то, что вам энергию дает И здесь у всех Очень все по-разному Кому-то достаточно Пять минут вздремнуть Попить вкусный чай или кофе Кому-то пробежка Кому-то книга Кому-то беседа С близким человеком Кому-то все это вместе То есть вы составляете для себя список Что дает вам энергию И вы встраиваете это В свой ежедневный ритуал То есть, например Если вы понимаете Что зарядка Или вкусный чай Дает вам энергию Вы, например Встраиваете это В свой утренний ритуал И тогда в следующий раз Когда вам понадобится Дополнительная энергия Она у вас уже будет Потому что Вы каждый день Понемножку добавляли В свой запас И когда вам понадобится Мотивация Вам будет откуда взять Эту энергию На эту мотивацию Вам будет откуда взять Энергию на переработку Тех же самых негативных эмоций Поэтому Вот этот запас Нужно создавать заранее А не тогда Когда уже Клюнуло в темечко И Нужно что-то делать То есть нужно позаботиться О себе Заранее Если вы сейчас в точке Когда у вас энергии Вообще нет И вы это чувствуете Например Лень, усталость, апатию Это значит Вы уже в глубоком минусе И тогда вы сейчас будете Энергию сначала восстанавливать А потом накапливать Да, то есть в этом случае Не ждите Что вам сразу Софонтанирует Ресурс Да, потому что Повторюсь Это исчерпаемая история Нужно ее сначала восстановить А потом Уже дополнять Вот таким образом Итак Резюмируем Мотивация и эмоции Взаимосвязаны Потому что Именно На эмоциях Любых Строится Та побуждающая энергия Которая является основой Любой мотивацией Мотивация именно поэтому Может быть постоянной Потому что Если вы используете Разные эмоции И разные Ваши состояния Для того, чтобы мотивироваться Это можно сделать Вы можете обеспечить себе Постоянную мотивацию Да, она может быть разной По насыщенности Но так или иначе Она может в вас быть На постоянном Каком-то поддерживаемом уровне Помните о том Что основными препятствиями Вашей мотивации Являются нереалистичные Завышенные цели Не ваша награда Негативные эмоции Если вы с ними Неправильно работаете И отсутствие энергии Потому что вы Пашете на силе воли Соответственно Для того, чтобы Это преодолеть Разбивайте Высокие цели На шаги Визуализируйте И работайте Пошагово Придумывайте И выбирайте Ту награду Которая ваша Используя в том числе Практику Хотелки Спрашивая себя Что вы хотите В моменте И реализуя Это желание Работайте С негативными эмоциями С помощью практики Минутки Когда вы Даете себе время Прожить эмоцию И только потом Используете ее энергию Для мотивации И накапливайте энергию Заранее Для того Чтобы когда прилетит стресс Вам было Откуда ее взять И в первую очередь Изнутри себя Вот таким образом Благодарю вас За Ваше внимание За ваше участие Это все Что я хотела На сегодняшний момент Рассказать Если у вас есть вопросы Я думаю Что у нас на них Да я так понимаю Есть время Смогу на них ответить Вижу ваши благодарности В чате Я тоже вас благодарю Это очень Очень ценно Видеть Видеть ваши отзывы Увидеть ваши отклики Да, слышно Я видела вопрос Он уже улетел Но там был вопрос Как прорабатывать Негативные эмоции Или как использовать практику Вот которую я только что описала И вот второй вопрос Время выбирать любую Кратко скажу еще раз Да Время, которое вы выбираете себе На практику Оно может быть любым Потому что Это индивидуально для вас Кому-то можно Пять минут А кому-то нужен час Да, соответственно Вы выбираете время Которое подходит вам И Основное, что вы делаете Во время этой практики Вы поставили будильник И вот введенное себе время Вы позволяете себе Вот насладиться прямо Той эмоцией Негативной Которая есть Потому что Хочется поплакать Когда вам грустно Рыдаете Да Хочется позлиться Вы прям кипите Это вы Перерабатываете Еще раз повторюсь Той эмоцию Которая вас накрыла И Когда прозвенел будильник Вы понимаете Окей, хорошо Я готова И вы используете Переработанную энергию Уже для мотивации Я вижу вопрос Ограничивать Надо время Если я не знаю На сейчас Вы можете Экспериментировать Вы можете попробовать Например, если вы думаете Что вам хватит 15 минут Попробуйте первый раз 15 минут Ставите будильник Он заменит Если вы понимаете Что вам много Или вам мало Вы в следующий раз Просто корректируйте Это время Вы так или иначе Придете к своему Потому что, например, для меня Время 15 минут Вот Оно подходит мне Да Но я его тоже Экспериментальным путем Вывела Когда С эмоциями своими Играла Что называется Поэтому здесь вы можете Посмотреть для себя Был вопрос Нужно ли испытывать Негативные эмоции И кто-то их блокирует Их вход Я могу вам так сказать Что вам не то, чтобы Нужно или не нужно Вы будете их испытывать Да У нас нет Ограничений По полярности эмоций Они есть у нас У всех разные То, что вы делаете Если вы их блокируете Это значит, что вы их забиваете И у эмоций Будет выход У негативных Позитивных Это в данном случае Не важно В совершенно неожиданный момент Потому что эмоции Это энергия Энергия сохраняется Она никуда не уходит Как только вы испытали Или словили эмоцию Она может сложиться У вас даже в теле Вы можете чувствовать Эти блоки В плечах чаще всего В шее Вот эти вот все напряжения Где зажатости Чаще всего Это накопленная Негативная энергия Поэтому здесь не вопрос Нужно ли не нужно Вам их испытывать Вы будете их испытывать Просто вы можете Это заслонить от себя И накопить И ваши негативные энергии Просто где-то взорвется В какой-то момент Как пружина Либо вы можете Позволить себе Их прожить И этим самым Очистить себя от них Вы можете использовать Если вы умеете Уже в начале дня Сохранять вот этот позитив Его настраивать Вы можете Когда вам его роняют Или вы понимаете Что будут ронять Вы можете автоматически Переводить свое внимание На что-то позитивное Пусть это будет Солнышко за окном Пусть это будет Ваше красивое Там платье Пусть это будет Улыбка Вы можете Улыбнуться сами И получить улыбку В ответ То есть вы переключаете Своё внимание Специально Да Уже Прямо Для того Чтобы получить Позитивную эмоцию Кроме того Есть хорошая техника Если вы понимаете Что на вас идет Негатив от кого-то А вам вынуждено Нужно общаться С этим человеком Вы можете визуализировать Представить Что между вами стекло Прозрачное Его никто не видит Кроме вас Но об это стекло С той стороны Откуда летит Да От другого человека Что-то Информация Или негатив Бьется И возвращается ему Да До вас не долетает Как только вы представляете Это стекло Вы чувствуете себя В большей безопасности И у вас нет Этого ощущения Негатива Которое могло бы быть Спасибо большое Благодарю Спасибо Благодарю До свидания Продолжение следует Продолжение следует